Привет! После того, как вам в инстаграм появилась вот эта фотография, то меня буквально засыпали вопросом, какую лучше все-таки выбрать форму зуба для максимального заполнения клеем под плиткой. Но после того, как появилась вот эта фотография, то интерес стал еще сильнее. Поэтому это видео будет о выборе гребенки с причудливой формой зуба. Но в отличие от всех тех видео, которые я видел на YouTube, где автор для лучшей визуализации использует стекло, либо берет плитку, крутит ее, вдавливает, прессует. Для того, чтобы получить заранее коммерчески выгодный для него результат, я возьму плитку, которая чаще всего встречается в нашей работе, для которой технологически и рассчитана такая форма зуба для последующей долговечной эксплуатации облицовки. А самое главное, это видео станет хорошим фундаментом для того, чтобы мне впоследствии открыть вам все приемы, все технологические особенности облицовки снаружи помещения. Первым делом все-таки хочется отметить, почему же тест со стеклом не является показательным. Потому что стекло, в отличие от плитки, не содержит шероховатости, либо фактуры, как с тыльной стороны плитки. А соответственно, клею очень легко распределяться под поверхностью стекла. Также я упомянул, что многие чрезмерно крутят и давят плитку, что также является очень большой ошибкой. Потому что в реальности так никто никогда не делает. Максимум, на который смещают плитку при облицовке, порядка 1 см. А вот относительно тех тестов, где плитку впрессовывают и вдавливают, хочется сказать, что для этого специально и рассчитывается определенный размер и форма зуба, для того, чтобы при облицовке оказывать минимальное воздействие на плитку. А соответственно, таким образом и минимизировать расход человеческих сил. А в каких же это таких случаях необходимо максимальное заполнение клеем? Это, к примеру, при облицовке теплого пола. И для этого очень часто применяется керамогранитная плитка размером 60 на 60 см. А также при выполнении облицовочных работ снаружи помещения. И для этого очень часто применяется клинкерная плитка. И еще раз, для теплого пола, чем меньше воздушных камер под плиткой, тем лучше теплопередача. Для улицы, чем меньше мест, где будет собираться конденсат и влага под плиткой, тем больше прослужит облицовка после определенных циклов заморозки-разморозки. Другими словами, если под плиткой останутся пустоты, то тогда скопившаяся вода при цикле размерзания будет просто-напросто отрывать плитку от основания. А теперь важнейшее, буквально важнейшее правило, которое должно проходить полностью через все это видео. Невозможно гарантировать беспустотное приклеивание плитки на неподготовленную поверхность. Другими словами, поверхность может быть подготовлена и выполнена не по уровню, то есть содержать какой-то определенный уклон, к примеру, для балконов и террас, где необходимо обеспечить постоянный сток воды. Но наличие плоскости является обязательным фактором. Поэтому я для этого видео в качестве примера использую плоские листки псокартона для того, чтобы провизуализировать работу гребней, а также используя его яркую бумагу, поможет вам более четче увидеть рисунок, который они оставляют, и результат их применения. Также несколько очень важных аспектов по затворению и выбору клея. Во-первых, для этих случаев желательно применять так называемый жидкотекучий клей. Но со взглядом на нашу действительность, я подобрал клей, который максимально мог бы подходить под это определение. Это клей для мозаики с очень мелкой структурой и разведенный по верхней границе воды. При нанесении клея я старался, и вы старайтесь держать ребенку, максимально перпендикулярно к основанию. Это из личных навыков. Я знаю, что многие из вас наносят клей, держа ребенку под 45 градусов. И в этом нет ничего предосудительного, если вы работаете с классической прямоугольной формой зуба. В этом случае допускается лишь небольшой наклон. Также на сегодняшний день самая лучшая и самая качественная окладка плитки достигается лишь только с применением системы выравнивания плитки. А это и позволит мне оказывать на все три образца одинаковое воздействие. Другими словами, я буду давить на плитку до тех пор, пока основание системы выравнивания плитки не будет зажато плиткой плотно к гипсокартону. Другими словами, между плиткой и гипсокартоном останется зазор, равный основанию системы выравнивания плитки у всех трех образцов. А также, поскольку при облицовке теплого пола, либо при выполнении облицовочных работ снаружи помещения, недопустимо устанавливать шов между плитками меньше двух миллиметров, то для этого я буду применять систему выравнивания плитки с толщиной шва 2 миллиметра. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ну а перед тем, мы приступим к рассмотрению еще одного визуального примера. Небольшой совет для всех домохозяев. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Возможно, абсолютно случайно, вы заметили, что у вас работает неплохой специалист, но только работает этот инструментом очень сильно испачканным засохшим клеем. Если вы хотите это исправить, то для этого вам необходимо купить в магазине любое кислотное чистящее средство и в этом растворе на ночь замочить инструмент. Обязательно для этого используйте средства индивидуальной защиты. А на следующее утро перед приходом мастера помойте инструмент обычной проточной водой. Я думаю, что у любого адекватного специалиста, когда он видит свой инструмент, который еще буквально вчера можно было выкинуть, а сегодня он выглядит как новый, обязательно вызовет положительные эмоции своему заказчику. Многие из вас, наверное, все-таки догадались, что в продолжении моего показательного эксперимента я покажу, как такая специфическая форма зуба позволяет равномерно распределяться клею под плиткой размером 31 на 31 сантиметр под клинкерной плиткой. Почему я хотел это показать? Потому что на сегодняшний день очень часто и в моей практике встречается облицовка именно такой плиткой на балконах, террасах, при облицовке ступеней, которые находятся снаружи помещения, а соответственно такая облицовка очень сильно подвержена атмосферному воздействию. И поэтому очень важно знать, какая форма зуба гребенки обеспечит максимальное, буквально 100% заполнение клеем под плиткой, дабы избежать воздушных камер под плиткой, где может скапливаться влага, как я уже говорил, что может произвести к разрушению облицовки. И опять же таки, если при облицовке внутри помещения наличие 100% заполнения клея под плиткой не является обязательным фактором, то при облицовке плиткой снаружи помещения это является одним из важнейших показателей. Но для тех, кто досмотрел до конца, наверное все-таки остался открытым вопрос, а как же обеспечить максимально гарантированное, 100% заполнение клеем под плиткой? На самом деле все очень просто. Необходимо просто перед приклеиванием пройтись в тыльную сторону плитки клеем буквально на сдир. Таким образом мы перекрываем все неровности и шероховатости плитки и при приклеивании клею очень легко распространяться под поверхностью плитки для максимального заполнения клеем. Но есть одна очень большая проблема. Так называемые скоростные укладчики очень часто пренебрегают этой технологией. Ну а ты, дорогой друг, если хочешь хоть чему-то научиться по облицовке, подписывайся на этот канал. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok